Уважаемые коллеги 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 областях, о которых совсем не доказали, что я заметил, что руководящие принципы для них. И одна из тех программ, которые я упомянул, она станет базой данных для сбора всех руководящих принципов по всему миру для того, чтобы вы могли иметь доступ к ним. Разумеется, их нужно перевести, и, по крайней мере, сейчас мы пытаемся перевести их с датского языка на английский язык, чтобы они были более доступны. И, разумеется, обмен информацией, обмен результатами вашей работы очень важны. И есть сейчас ведется беседа о том, чтобы собирать информацию в общей базе данных для того, чтобы у каждого из нас был к ней свой доступ. Датские клиницисты находятся немножко в прививированной позиции. Почему? Потому что в Копенгагене базируются очень активные группы кохренского сотрудничества, которые практически занимают лидирующие места по производительности мета-анализа, по оценке доказательности. Скажите мне, пожалуйста, как вы мотивируете молодых датских врачей участвовать в написании мета-анализов, участвовать в работе кохренского сотрудничества? Какой у вас рецепт есть? Так, Карстан. Знаете, у нас нет активной политики мотивирующих людей, но Кокрэйн в Дании привлекает большое внимание. И благодаря тому, что обзоры Кокрэйн, они получают такую хорошую огласку медицинским журналам, они получают освещение в датских журналах. Это помогает распространить знания о существовании центра Кокрэйн. И также, разумеется, обучение студентов. Вероника Николаевна, к вам вопрос. Очень впечатлены вашим докладом. Скажите, пожалуйста, практическое значение подготовленных кадров в здравоохранении Татарстана. Сколько подготовлены? Есть ли у вас с ними обратная связь? Насколько они востребованы? И именно вот эта вот часть доказательной медицины, насколько она приветствуется врачами, когда им говорят, вы знаете, здесь нет доказанной информации. Этот препарат без доказательной медицины. Если можно. Это по поводу магистратуры. Значит, был слайд, я показывала, что количество выпускников, ну, примерно, наверное, общее число около 15, да, Евгений, если не ошибаюсь, тех выпускников, которые закончили нашу магистратуру, защитили успешно магистрские диссертации и работают. Но большинство из них были по первичному образованию провизоры, и они работают, конечно же, и в фармацевтическом бизнесе в том числе. Некоторые работают в регуляторных органах, и поэтому мы считаем, что они как бы полностью могут реализовать все эти знания, которые мы им даем. И, конечно, при преподавании в нашей магистратуре у нас не только есть отдельные предметы, вот там доказательная медицина, введение в доказательную медицину. Конечно же, так как мы привержены доказательной медицине, мы все наши предметы пытаемся представить именно с этой позиции. У нас есть те, кто закончили нашу магистратуру и работают в научно-образовательном центре фармацевтики у нас в Казахстанском федеральном университете, занимаются непосредственно изысканием новых лекарственных средств. То есть они очень хорошо освоили программу GLP. Вот у нас есть врачи, которые закончили нашу магистратуру и работают практическими врачами. И, конечно, мы считаем, что они это продвигают доказательную медицину и чувствуют эту помощь те пациенты, которым они оказывают помощь. Они умеют выбрать то лекарственное средство, которое нужно. Мы надеемся, да? Да, мы надеемся. Скажите, пожалуйста, я думала, спросите вас или нет. Задумывались ли вы в таком случае про клиническую фармацию, подготовку специальности, раз у вас есть провизоры? Вы знаете, пока в Российской Федерации нет такой специальности клинический фармацевт. Конечно, я знаю, что и за рубежом есть клинические фармацевты, клинические провизоры. Конечно, мы бы приветствовали, что появилась такая специальность. И, конечно, мы бы взялись за их обучение. То есть вы хотели бы этим заниматься? В общем-то, провизоры это, конечно, те специалисты, которые имеют прекрасное фармацевтическое образование. В то же время они прекрасно представляют, как это должно продаваться. Немножко это портит их с нашей позиции. Портит. Портит. Но, в общем, если бы они стали клиническими провизорами и объясняли, например, врачебному сообществу, что такое фармацевтический маркетинг и как на него нужно реагировать, то это было бы… Лучше пусть они консультируют врача по применению препаратов у постели больного. Ну, может быть, да, и так тоже. Здравствуйте. Меня зовут Геворг. У меня вопрос представителям компании ассоциации Кохрейн. Вопрос такой. Да, сначала представлюсь. Я руководитель компании соцмедика. Это резидент кластер инновационного центра Сколково. Наша миссия – разработка экспертных систем, поддержки, принятия решений. Искусственный интеллект в области медицины. Наш профиль – формализация медицинских знаний. Семантическую сеть и чтение их. Модули анализа медицинских данных. Семантическую сеть превращаем в текст. Читаем текст и формализуем. Вопрос у меня такой. Насколько у вас формализованы данные для чтения машин? Чтобы экспертные системы, роботы могли читать эти регистры, которые вы создаете, и выдавали ответ для современной медицины. Чтобы врачи каждый раз не заходили в текст, читали и выводы давали. А как-то система автоматически выдавала на основании ваших данных некоторые ответы. В зависимости от того, как вы ответите на этот вопрос, насколько у вас формализовано или неформализовано, у нас есть технология машинного анализа медицинских текстов и формализация данных в виде семантики, глубоко формализованной, чтобы могли роботы читать и давать выводы в будущем, в ближайшем. У нас уже есть рабочий прототип, кстати, по медицинским данным в области фармакологии. Спасибо. Возможно, я смогу ответить хотя бы на часть данного вопроса, что наша система, которую мы описали, она уже сейчас формализирует. Это одна часть. Я не уверен, что это формализация была формализована. Я думаю, что это один из развития Кохрана в том направлении. Другая часть, которая двигается в данном направлении, что касается своему регулированию доступа к информации, которая была ваша вопроса. И там, я думаю, мы сейчас находимся в процессе перехода от традиционного способа к экстрактированию информации, я имею в виду публикации. Мы переходим к той системе. Там сейчас все больше, больше, больше информации становится доступным. Я думаю, что это будет очень много. Большое количество информаций идет от регулированных органов. Я думаю, что это будет вопрос для Кохрана Я думаю, что это станет прошлым. Это… Спасибо, я получил свой ответ на мой вопрос. Именно это вы можете узнать? Да, конечно. Уровень формализации, если нужно его поднять на глубоко, уровень глубокой семантики, вы можете… мы можем вместе подойти, посмотреть структуру ваших текстов и каким-то образом их, если у вас нет этих технологий, вместе их формализовать, для того, чтобы уже некоторые экспертные системы, которые уже в клиниках сейчас у нас тестируются, работают, могли использовать ваши данные и на уровне вашей доказательности. Это поднимет уровень роботов. Спасибо. Это звучит интересно. Спасибо. Извините, просто быстро добавляю. Мы строим подобную систему, и у нас есть подобные люди с такими же знаниями, с подобными знаниями. Я могу связать с нашим отделом информационных технологий, и сейчас мы строим инвестиции, это мы называем процесс технологии Data Link, который станет частью нового поколения системы Cochrane с использованием больших данных. Но, разумеется, это потребует очень больших инвестиций, поэтому сейчас мы ищем партнеров, и если у вас есть несколько миллионов, которые вы можете в это инвестировать, мы с вами готовы технологии, но также мы считаем, что, разумеется, да, это большой вызов для нас, для организации Cochrane, потому что мы должны, мы пообещали в 2020 году сделать открытый доступ к нашей системе. есть уже большое количество роботов, которые заходят в систему. Cochrane нас постоянно атакуют роботы, и мы с этим боремся, и если они проходят такие атаки, походят из России, из Китая, и данная борьба продолжается. Мы должны найти такую модель, которая поможет нам позволить построить эту систему, которую я вам рассказал, но также мы должны получить определенную выгоду для того, чтобы мы могли поддерживать данную систему. Но мы считаем, что у Cochrane это является идеальной организацией для предоставления такой информации. И да, разумеется, мы уже двигаемся в этом направлении, и мы туда идем быстро. Уважаемые коллеги, есть еще вопросы? Спасибо. У меня вопрос к Наталье Александровиче Батаренко. У меня, как и преподавателя, и клинициста, вот эта вот фраза, она очень часто встречается. Что важнее, формулярный список, либо протокол? Конечно, очень важна именно формулярная система, формуляр. Но вот в чем загвоздка. Когда происходят проверки клинической деятельности, стационаров, медицинских учреждений, проверки идут по выполнению тех пунктов или стандартов, которые есть именно в протоколе ведения больных. Проверки лечебных учреждений. И самое главное, штрафные санкции к врачам идут именно в несоответствии с протоколами ведения больных. А когда начинаешь говорить, что это действительно не соответствует формулярной системе, никто не слушает. Это, кстати, вопросы, наверное, не только к вам, но и к ФОМС. Вот как вы отвечали на этот вопрос простым клиницистам? Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Более того, нам сейчас еще предъявляют другой вопрос. Говорит, а почему вы берете за основу формуляр, а не список закупочный? Вот у нас есть в Казахстане список единого дистрибьютора закупочный. Что главнее? Все они должны закупаться, должны препараты согласно формуляру. У нас разные комиссии осуществляют выбор препарата для формуляра. Другая группа выбирает препарат для закупок. И между ними, вот сейчас, что мы стремимся, чтобы он был более-менее гармонизирован. Естественно, что он может быть шире, чем формулярный список. То же самое и в протоколах лечения. Все-таки, я не могу вам сказать 75 или 85 процентов, но около этого процента препараты должны соответствовать формулярному списку. Потому что все-таки что является за основой? Формуляр. Это согласно всем канонам. Но то, что мы увидели, происходит. Это третья группа людей, которая никогда не согласовывала свое решение с формуляром. То есть, группа экспертов, которые формировали стандарт лечения, они не обращались к формуляру. И вот сейчас они признали на уровне Министерства здравоохранения Казахстана, что сейчас они пересматривают и будут приводить стандарт лечения в соответствии с формуляром. Иначе порядка никогда не будет. Формуляр в основе. Уважаемые коллеги. Простите. Уважаемые коллеги. Мне очень приятно, что Наталья Александровна сказала у нас в Казахстане. Вот. Ну вот. Я, так сказать, представляю Казахстан. И очень приятно, что Наталья Александровна сегодня так хорошо рассказывала о том, что будет национальный формуляр. Я только хочу сказать, что это уже пятая попытка в Казахстане внедрения доказательной медицины. И, к сожалению, забыто Дамиля Сакена Нугманова, которая первая принесла. И, к сожалению, все попытки наши в течение вот этих 15-20 лет изменить состав формуляра, они, к сожалению, пока не привели к должному результату. И еще один момент. Очень важное. Спасибо, Лилия Евгеньевна. Это новый импульс, потому что и скептика. Я опять, наверное, буду оптимистом в этом плане. К сожалению, опять же, профессорско-преподавательский состав зачастую очень в тесном симбиозе с фирмами противодействует внедрению доказательной медицины как на уровне образовательного процесса в ВУЗе, так и на последипломном обучении. Поэтому я только хочу от имени Казахстана, от наших коллег, всем пожелать, чтобы наконец все-таки все то, о чем мы говорим, много и зачастую нудно, все-таки наконец дошло до практического врача. И он был бы очень защищен знанием доказательной медицины, в том числе и от всех проверяющих и разных товарищей, зачастую не знающих о том, что такое доказательная медицина. Всем успехов, здоровья. Спасибо. Большое, Татьяна Кутровна, спасибо большое. Слово для официального закрытия нашей конференции предоставляется генеральному исполнительному директору Кокрейновского сотрудничества Марку Уилсон. Спасибо. Сейчас 6 часов, у нас был очень длинный день, и наконец заключительная речь. Я хотел бы сейчас, в конце мероприятия, сказать, что мероприятие было как продуктивное, так и принесло удовольствие. Благодарность ректору Гафурову и его команде в Казанском федеральном университете, выдающаяся работа по организации сегодняшнего мероприятия. Я был рад принять в нем участие. Аплодисменты, пожалуйста. Я пока еще не говорю по-русски, и кое у кого еще не очень с английским, я хотел бы также поблагодарить переводчиков, которые донесли информацию через языковой барьер. Больше всего я хотел бы поблагодарить профессора Зиганшину и всю ее команду. Она была в авангарде Кокрен-России, и мы верим, что это начало большого пути. Мы надеемся, что для доказательной медицины в России это станет хорошим началом. И влияние доказательной медицины на принятие эквивалентных лечений только возрастет. Поэтому я благодарен Линии за всю работу, как сегодня, так и в прошлом. За то, что она стала первым директором Кокрен-России. Большое спасибо, Лилия. Наконец, свойственная женщина Лилия сказала, не благодари меня, пожалуйста, поблагодари мою команду, но не меня. Она убеждена в том, что все, кто сделал в каждый день, заслуживают благодарности. Поэтому я выделил индивидуальную благодарность Лилии. И отдельно я благодарю всех членов ее команды, которые внесли в свой вклад в сегодняшний мероприятие. Спасибо.